КУЛЬТ ПОХОД КУЛЬТ ПОХОД Вятка река в парке Аполло. Впервые за сколько лет, Дмитрий? Адресуюсь я к Дмитрию Шиваеву, директору галереи прогресса. Во время ковида же не было, да, фестивалей галереи прогресса? Во-первых, здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Дело в том, что последний был в 2019 году. Поближе чуть-чуть к микрофончику. Спасибо. То есть в доковидные времена, в далекие доковидные времена, был последний фестиваль Вятка река, и вот снова. Это так давно, что я не помню даже, что там было, если честно. Ещё в мае говорили, что непонятно, будет, нет. Кто даёт разрешение. Поэтому прекрасно, что он будет. Так. Давай тогда расскажем, что это за фестиваль. И в течение всего дня, вплоть до темноты, в парке Аполло будут работать, я не знаю, там, более 10 различных площадок нон-стоп и пересекаясь друг с другом. Вот сейчас Дмитрий нам будет об этом рассказывать. С 11.00 до 22.30. Да, да. Но прежде чем мы перейдём всё-таки к рассказу о том, что будет, давайте мы про фестиваль Вятка река всё-таки напомним. Какая концепция? На что он, скажем так, ориентирован? Для чего он создаётся? Как он родился вообще? Он родился после того, как мы привозили проект «Дизайн выходные». И там был один из проектов, который был посвящён аурбанистике. И его как раз вёл здесь с лекции Свят Мурунов. Угу. Святослав Мурунов. И он натолкнул на мысль, что, например, жители города, они забыли, где они живут. Они не помнят. Не говоря уже о истории, но просто вот... И мы начали рефлексировать по этому поводу, думать, с чего начиналась жизнь. И пришли к мнению, что началась она с места, где был красивый берег и река, которая давала в то время очень много возможностей для людей. И передвижения, и пропитания, и заработок. Основной источник энергии жизни – это вода. То есть без еды можно дольше, чем без воды. Без воды невозможно. Поэтому смысл в этом, что вернуться к корням, обратить внимание на, скажем, источник жизни главный. И осознать его, отбросить что-то, то, что не нужно. Мы говорим про интеллект, про опыт. И встать на новый путь, взять с собой лучшее. Ну а как, подожди, подожди, а как это отбросить интеллект? Я так понимаю, всё равно, что вы рефлексируете, по большому счёту, некие какие-то корни, то есть древние практики. То есть вполне такие, можно сказать, практические задачи бытовые, которые были связаны с рекой. Что это и энергия, ты говоришь, и транспортное передвижение. То есть всё это, получается, надо забыть, отрефлексировать и перевести в чувственную форму. И тогда получится фестиваль. Такой рецепт. Дорогая, ну вот я всё, мне это близко, то, что каждое слово. Но мы находимся на радио, и нас слушают разные люди. И надо, как мне кажется из опыта, преимущественно говорить языком социальным понятным. Я думаю, что у нас довольно разные группы, которые слушают наш эфир. И я думаю, что разные языки, это наоборот хорошо. Чем более множественные какие-то представлены представления, тем лучше. Внучка Бехтерова рассказывала о том, что она иногда с друзьями-докторами не обсуждает некоторые темы, чтобы её совсем не относили, как бы, мы знаем, чем Бехтерова занималась, в этой категории лиц. Но это всё шутки. Да, мы вернёмся к фестивалю. Да, фестиваль прекрасный, да. И как раз, если мы касаемся каких-то эзотерических практик, это начнётся именно с этого. Это будет мастер-класс по йоге. Нашего друга, который занимается уже 18 лет йогой. И в его жизни был цигун, были славянские практики, хатха-йога и много чего ещё. Мы знакомы больше 20 лет, поэтому ему есть что показать, есть о чём рассказать. При этом он ещё и закончил наш колец культуры. Ему это кому? Сергей Завотухин. То есть вот прямо в 11 утра, если вы уже проснулись в воскресенье, дорогие слушатели, если вы уже хотите какой-то активности, то к 11 часам можно прийти в парк Аполло и заняться йогой. Я вообще думаю, что можно сначала принять участие в велопараде, доехать там до 10-30 до цирка, там быстренько-быстренько понять, победил, там, не знаю, получить какие-то призы, и быстренько на велосипеде приехать в парк Аполло. Можно даже совместить. Ну да, да, можно совместить. Поэтому вот начнётся очень плавно, медленно с практики йоги и непосредственно с дыхания. Вот, как основа. Восстановить дыхание как раз после велопрогулки полезно. Ну ладно. А помимо йоги в 11 часов открывается ещё несколько площадок, как я понимаю, да? Ну, во-первых, это фото-выставка Странствия Вятки. Даже фотофестиваль Странствия Вятских, да-да-да, даже фотофестиваль, как у вас в группе ВКонтакте написано, что это такое? Фотофестиваль предусматривает, что будет участвовать несколько фотографов. Есть определённая тема. А тема это Странствия Вятских. То есть это путешествия? Путешествия по городам России, по заповедным местам России и зарубежья, и заграницы. И это всё отопряжено в фотографиях 20 участников, 20 фотографов. Очень хорошие, интересные сюжеты, качественные снимки и прекрасные мечта нашей планеты. И всё это под открытым небом в парке Аполл? В свободном доступе можно будет проходить. Можно прийти и открыть, и будет в 11.00 в наставке. Там можно, например, пообщаться, познакомиться с фотографами. С фотографами-путешественниками. Да, я хотел... Елизавета Плавинская научила выбирать фотографии. Не только у нас, там было некое жюри, там не только я, дали ещё фотографы. Она говорит, что вот известный фотограф её учил так, что ты выбираешь из большой кучи, откладываешь. Потом из этой кучи поменьше ещё откладываешь. И в третий раз ещё откладываешь. Многоступенчатая такая история. Да, потом вот то, что прямо вызывает сильнейшие эмоции, ты оставляешь для выставки. Вот мы, конечно, субъективно, но участвовало несколько людей в выборе. Выбрали лучше из лучших. Авторы работ там будут? Можно будет с ними пообщаться? Авторы работ люди творческие, они могут прийти, могут не прийти. А, ну понятно. Но их произведения прекрасные будут, это 100%. Понятно. И 99. Да, мы не сказали с самого начала. У каждой площадки своё возрастное ограничение, и их нужно где-то смотреть? Или у фестиваля в целом возрастное ограничение? Единственный, в смысле, маркер 18+, это на кинопоказ. В этот раз так. Потому что один из фестивалей, с которым мы сотрудничали, он так и не может запуститься уже много лет. И поэтому мы будем показывать кино, мы не можем показывать кино без авторских прав. Мы будем показывать Moscow Shots, и им огромное спасибо этому проекту, потому что они дали добро на бесплатный показ. Это фестиваль московского короткометражного кино, да? Да, ну на самом деле фестиваль стартует уже сегодня. То есть можно сегодня прийти в галерею Павеса, посмотреть пять фильмов, завтра пять фильмов, но там будет вход 300 рублей. Понятно. А в парке Аполло... Это разные фильмы? Разные фильмы. То есть фестиваль идет три дня, а все дни разные фильмы. Но в парке Аполло в 21-30 можно посмотреть совершенно бесплатно. 18+, возрастное ограничение? Да, на кинопоказ, да. Да, все остальные площадки? 0+. Ну мы же находимся в детском парке. И вы знаете, нам, не помню, кто-то определение культуры дал, что это культурным событием называется, ну, понятно, это как бы одно из мнений, то событие, где могут находиться дети, родители и взрослые. И одновременно с открытием фото-выставки, мастер-классом по йоге открывается еще и арт-маркет. Это тоже такая форма работы галереи прогресса, которая существует очень давно. Практически, наверное, с самого вашего открытия, да, вы начали наших каких-то авторов, творческих людей привлекать к возможности там обмена какого-то, да, либо возможности кировчанам что-то купить из того, что наши дела... Ну, это уникальный проект, вы знаете, ну, в нем очень много плюсов и много опыта. То есть он эволюционировал. Начал он с того, что мы выставляли только прям дизайнеров и лучших, и художников с картинами, и уникальные какую-то еду, уникальные украшения, какие-то творческие изделия. А потом это в какой-то пошло прям масс-маркет, и мы поняли, что надо останавливаться. Потому что стали уже использовать какие-то очень некачественные, скажем так, материалы для создания какого-то арт-объекта, дизайнерского, и мы поняли, что надо как-то это остановить. И пандемия нам в этом, собственно, помогла. А как тогда сейчас вы к этому относитесь? Очень избирательно. А сейчас проект на старте, он уже, в принципе, идея, концепция есть, но в этот раз, это же парк Аполло, и там нет никакой, и не может быть цензуры. Ну, уж совсем, я имею в виду, да. И там будет много участников, их будет 50 человек. Да. Ну, не все вошли. Ага, а как, подождите, а где они разместятся? То есть там площадка какая-то прямо отдельная? Мы привезем столкнули стулья. Ага. Да. То есть это прямо на входе будет, вот там большая при входе площадка? Это будет на входе и будет в аллее, в центральной части парка. То есть будут стоять в течение практически всего дня, до 7 вечера будет работать арт-маркет. В течение практически всего дня можно будет, гуляя по парку, останавливаться возле вот этих вот точек, где наши художники, авторы каких-то своих работ, да, будут предлагать. Хотел бы приговорить, что для нас, мы куда приехали. То есть мы приехали, ну, в смысле, это же проект про творческую фантазию, про уникальные вещи. И мы приехали к тому, что очень много стало фанерных изделий, резки, и плюс на каких-то пластмассовых основах стали печатать не очень качественное изображение фотографий, и это еще вклеивает туда зеркало. Ну, в общем, ай-яй-яй прямо. И мы скоро поняли. А зачем зеркало? Ну, чтобы продать. То есть люди стали приходить, которые думали только и думают о коммерции, а творческую мысль, ее отсутствие было очевидно. Ну, и хочу сказать, что, например, не буду называть некоторые компании, даже в бизнес-новостях открыто один из создателей этой компании, они сейчас, у них больше двухсот человек, могу ошибаться, работают сейчас в предприятии. Начинали с его слов, опять же, они с арт-маркета запускали продукт питания и отслеживали обратную связь от аудитории. Даже не один, а двоих, я знаю, которые сейчас уже торгуют на весь мир. То есть это две разные компании. Начинали они у нас, они тестили продукты, понимали, какой лучше покупают, и теперь это международные компании. То есть, еще раз, можно будет купить не только что-то для интерьера, не только что-то для себя, я там имею в виду украшения, например, да, одежду можно будет купить, продукты питания. Вот арт-комьюнити «Ветер» обещали сделать гараж-сейл, можно будет купить одежду. Ага, понятно. Гаражную распродажу. Да, одежда прям дизайнерская, ее было какое-то время на старте проекта много, сейчас меньше, потому что, опять же, люди, которые участвовали, они не сделали сайты, они сделали сайты, и как бы лишний раз им сейчас уже неохота. Ну да. Ну, в смысле, участвовать. Пандемия, пандемия, она внесла, конечно, свои коллективы. Да нет, ну просто, вы знаете, я прекрасному Борису Павловичу как-то, мы говорили про одно из выставок, которое нашли, по-моему, это был, не помню кто, Шагал, например. Он говорит, Дим, я был, ну, в смысле, когда ты что-то любишь, и был на этом, ты за себя прожил, уже как бы ты не так к этому стремишься. Ага. Здесь то же самое. Понятно. Некоторые люди уже прожили. Перешагнули через это, да? Вообще это я потом, ну, в смысле, мы не знали этого на старте. Оказывается, подобные ярмарки – это стартап для начинающих предпринимателей. Вообще вот этот формат ярмарки – это стартап для предпринимателей, где, ну, допустим, вход на ярмарку у нас участнику 500 рублей. Он получает, как бы, аудиторию, и будет людей много, и у него минимальные риски. Он может создать какой-то продукт, товар, посмотреть, как его покупают, покупают ли его вообще. Протестировать его, получается. Или из большого количества увиделить то, что покупают лучше, сделать сайт или прийти с этим товаром в какой-то магазин и начать его продавать. Коллеги, я предлагаю все-таки про остальные события тоже успеть рассказать. А мы и передвигаемся, да, 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 да. Подождите, тут в 11 часов еще научная лужайка открывается. Хорошо, научная лужайка – это ЦАЕ. Научный нон-стоп, на свежем воздухе. Игрожане смогут сыграть в интеллектуальные и интерактивные игры. Дальше в 12 часов тоже получается аж три мероприятия. Открытый пленэр детской застудии, затем книжный маркет, новая площадь книги от московских и питерских издательств. Это вы как-то специально заказывали, приглашали, подбирали какие-то новые книги? Или они у вас просто где-то вот всегда есть, скажем, в нерее прогресса? В наличии, в нерее прогресса. И вы хотите на более широкую аудиторию их представить? Как это было? Я задам некую интригу. Когда у нас были свободные деньги, мы организовали два фестиваля. Один детский книжный, другой взрослый. Мы привезли, например, книги издательств, причем как бы создателями этих издательств, лекциями. Я, например, воспитывался литературой благодаря изданию «Ардмаргенем». Мы привезли «Ардмаргенем», привезли «Лен издат». И в этот раз, ну как случилось, это был первый книжный фестиваль, закрыл здесь магазин в Кирове. То есть пошла реклама буквально там за две недели. Вот вы знаете же «Насдвор», да, Гульнар? Конечно. Вы не представляете, он весь был в людях, которые просто выхватывали книжки у продавцов. Было 10 книжных издательств. И со слов Михаила Котомина, директора «Ардмаргенем», он говорит, Дим, просто почему закрывается магазин? Потому что вопрос формата всего лишь. Люди, где в основном как бы женская аудитория, весь, вся площадь наша, весь двор был в людях, которые покупали книжки. Я бы тоже этого издательства книжки. И вот то, что там осталось, нет. Я не хочу сказать, что то, что осталось, потому что не берут. А то, что пока... То, что было закуплено, да, в каких-то больших объемах, нет? Это бесценные бриллианты книжные. Ну, в смысле, вот к нам люди ходят, некоторые до сих пор, которые говорят, что у вас есть книжки, которые просто не купить. Нигде больше не купить. Не купить, да. Эти уникальные книги тоже будут в парке Аполло представлены. И еще с 12 часов стрит-арт, мастер-класс из художников. Роспись стены в жанре граффити. Какие стены? Там вы специально договорились, что какие-то стены в парке Аполло можно будет расписать? Мы договорились, да. Но вот прекрасный Максим Сандерович создал там уникальное панно, одно из уникальных панно в городе. Нарисовал Аполлона. Великолепно. Вот это академическое образование дает такую возможность. И надо сказать, что, к сожалению, молодые художники тратят на создание произведения очень мало времени. А Максим Сандерович потратил трое суток, по-моему. Ходил туда и рисовал, дорисовывал. Вот. И он сказал, что вот, Дима, здесь вот должен быть дракон, потому что Аполлон сражался с Пифоном. Пифоном. Вот. И там был элемент дракона как раз, но он уже облез, отлупился, скажем так, краска отпала. Два стрит-арт-художника будут рисовать дракона. И на это можно будет посмотреть? Да. И даже помочь? Помочь-то на... Нет? Нет. Мастер-класс имеется в виду, что можно смотреть. Когда ты смотришь на учителя, но не участвуешь, это полезнее. На старте обучения, я имею в виду. Например, вот Денис Сермак, который преподавал на СИЗО-студии, он сказал, что они два года в Академии Репина рисовали только простыми карандашами. То есть, они больше ничем не разрешали, да? Нет. Ну, не то, что не разрешали, не давали, и как бы не было... Ну, как бы никто и не просил, и возможности не было. Сначала учитесь рисовать карандашом, да? Поэтому в данном случае мастер-класс это... Посмотреть. Ну, зная образ жизни стрит-арт-художников, они же прячутся, рисуют ночью. Как их мальчик-юноша может найти? Ну, вот тут единственная возможность прийти в парк Аполлы, посмотреть, спросить что-нибудь, они расскажут. Хорошо. А вот следующий мастер-класс, выступление школы танцев, там можно будет потанцевать? Там можно будет потанцевать? Конечно, можно. Слушайте, был последний раз в 19-м году Magic Move и Геннадий Перескоков, они как раз и сделали мастер-класс, где со сцены показывали движения, и все, кто был в амфитеатре, сцены... Тут же повторяли. Это было что-то, это был просто праздник воочию. Все танцевали, бабушки. Миша Литер снимал как раз бабулю, которой было лет 70, и она тоже танцевала что-то среднее между брейг-дансом и хип-хопом. Дальше концертная площадка открывается, я так понимаю, да? Да. Открывает ее Костя Садаков. В час дня. Да, Костя будет не один, он будет с Артуром и на бас-гитаре, да. Артур Долгаршиных. Артур Долгаршиных, да, и с ним рядышком будет на прикусе Николай Толмачев. Он был на съемке. Это проект Облакоходцы, да? Да, проект Облакоходцы и группа «Прекрасный инфаркт». И параллельно выступление Петрушки Вятского, это где-то в другом месте, да? Петрушка Вятский, он вообще фронтмен этого праздника. Серьезно? Это правда. А кто такой Петрушка Вятский? Мы с ним не знакомы. Это актер. Мы его очень любим. Его невозможно не любить как человека и как создателя Петрушки. Не создателя Петрушки, а проводника. Проводника в мир. Этих смыслов этого персонажа. Это же Петрушка Вятский, он чем-то отличается от обычного Петрушки? Это какой-то другой Петрушка? Ну, он просто живет в Вятке. А, понятно. Корни, на самом деле, я могу рассказать историю? Конечно, конечно. Со слов тоже. Мы же относимся к этому, как к одному из, например, да, сюжетов, как появился Петрушка. То есть его придумали итальянцы, они принесли его сюда, в Россию в том числе, в надежде показывать спектакль и зарабатывать. Заработать они не смогли, началось, ну, началось как бы становиться погода холоднее, холодно. И они научили русских и сказали, вот, ребята, вот вам ремесло. А мы поехали. Показывайте, получше заработать, зарабатывайте. А мы поехали к себе. Там тепло. Да, как итальянцы любят трудиться, как у них с таймингом, кто с ними сотрудничал. Мне ничего плохого не хочу сказать, просто особенность ментальности. Дольчевиты у них там, да, постоянные. Да, то есть, ну, лаунж, Дольчевиты, на изи и все, поэтому... А не знаешь, какой у них был персонаж, прообраз, как он у них назывался? У них же не Петрушка была, а какой-нибудь Пульчинелло или кто это был? Вот я как раз, в смысле, обратную связь по поводу эзотерических, как бы, практик. Вот если почитать в гугле, кто такой Петрушка и что это за образ, очень много можно интересного найти. Но это уже не ноль плюс. Это уже не ноль плюс. Хорошо. Сто процентов. А само выступление ноль плюс абсолютно для детей. Хотя бы, знаете, у нас там был спектакль, где девочка стала защищать одного из персонажей, с которым Петрушка там входила в отношения. А, то есть у вас тоже будет спектакль, и это будет несколько каких-то персонажей? Это будет два выхода, Петрушки, назовем это так. Они вам, ну, то есть минут 20-25 длятся. Это будет в час и в два. В 13 и в 14. И в 14 часов. Да. Дальше в 13 часов параллельно с концертом еще скетч-баттл, конкурс рисунков среди молодых художников. А это что будет? Это уже с готовыми работами люди придут, да? Мы вообще любим очень стрит-арт. Мы начинали свое открытие в галерее, собственно, с выставки стрит-арта. И как раз идеолог и куратор Максим Сендурович. Благодаря ему выставка получилась очень сильная. И московский эксперт, приехавший сюда с федеральным проектом, увидел несколько работ. И благодаря им, собственно, выставка в музее Воснецовых состоялась. Что невероятным кажется на сегодня, чтобы работы стрит-арт-художников могли попасть туда. В областной художественный музей. В областной художественный музей. Выставка называлась «Человек мира вещей» или «Мира всего». Ну, как-то так. Вот, стрит-арт. И потом мы стали сразу же расписывать стены. И привозили очень много художников. Скетч-баттл – это когда молодые художники могут прийти, взять маркеры, блокноты, и объявляется тема. Дается им час. Определённое количество времени. И на эту тему нужно нарисовать шрифт и образ. Кто нарисовал лучше, будут эксперты. Их будет трое. Учитывая, сколько сегодня стоит профессиональная окраска для граффити. Первое место – это шесть баллонов. Второе место – четыре баллона. А третье, соответственно, два баллончика, краски. То есть на участие в этом скетч-баттле сейчас могут заявиться, кто хочет, да? То есть можно прямо туда прийти, сказать, вот я хочу попробовать и всё. Да, да. Хочу попробовать и всё. А там написано, молодых художников есть ограничения по возрасту? Нет, у нас его нет. Ага. Но где-то оно есть. Поэтому мы всё равно как-то будем определять аудиторию, чтобы... Если совсем маленькие придут, то... А если совсем большие? Ну, я думаю, что для больших сделаем позже. Я напомню, Всемирная организация здравоохранения молодёжь определяет в возрасте до 35 лет. На всякий случай, да, скажу, что... В художественных проектах было до 37. До 37 даже. Про одну из них выбери какой-нибудь поподробнее, давай поговорим. И потом ещё про остальные мероприятия. Про Алёшу Хорова. У него будет театральная драм-лаборатория, где он будет показывать определённые техники для всех желающих. И в парке. Это что приятно, что на свежем воздухе любой, кто пришёл в парк, может поучаствовать. То есть тренинги, да, будут? Да, тренинги. Прекрасно, отлично. Очень такое люблю. Потом в 15.00 открытое занятие взрослой в студии и преподавателей Екатерины Щепиной. Подождите, подождите. Я хотела про Эйкофудкорт спросить. Ведь людям же, которые придут на целый день, надо что-то поесть. Да, они смогут поесть вегетарианскую еду. Хотя бы один день или хотя бы часть дня. Хотя бы попробовать. Да, попробовать. Лена, вот она, в смысле, прекрасная. Елена Волкова, да? Елена Волкова, она опытный эксперт, можно сказать, что приготовление вегетарианской еды. Она готовит очень вкусно, очень интересно. И она будет, по-моему, в 15.00, да? В 14.00. В 14.00 в течение... Праздник в стиле кулинарного занятия, так это у вас описано. Сейчас я рассказываю, из чего она готовит, как она готовит. И почему получается вкусно, да? Слушайте, это безумно вкусно. Вопреки заблуждениям некоторых людей, вегетарианская еда бывает вкусной, да? Да, мы никого не склоняем, но просто, вы знаете... Время от времени. Вот особенно сегодня важно, когда вот у человека есть выбор, это важно. Что, двигаемся дальше. Дальше взрослые за студией. То, что вы делали у себя в галерее прогресса, под открытое небо переезжает... С Екатериной Щепиной. А, Катя Щепина, да. Ну, что я хочу отметить, что Катя Щепина, знаете, одна из единственных художников в 2022 году попала в галерею здесь, на Таганке. Во-первых, это государственная галерея, значит, планка высокая. Во-вторых, участвовали молодые художники со всей России. Их было... Выбрали 250, 500 работ. Была коверная развезка. Но, вообще-то, куратором этой галереи был Андрей Бартенев на тот момент. Андрей Бартенев для нас, ну, как бы величина... Величина величин. Что нужно тем, кто хочет принять участие? Нужно приходить с какими-то своими способлениями? Материалы? Ну, кто хочет... Чем будете рисовать? Знаете, к нам ходят даже на изо-студию, вот, которые Катя проводит, со своими красками, материалов. Кому-то не хватает. Понятно. А вот мы возьмём какие-то основные, там, ну, допустим, необходимые предметы для изо-студии. У вас всё будет с собой, ну, для людей, кто не сможет, например, своё принести. Давайте быстренько по музыкальной программе тогда в целом дальше пробежимся. Вот в 16.00 выступление Джекича, потом в 18.00 концерт Илья Урс, вокал-гитара, в 18.30 концерт Самый спортивный Пёс, вокал-гитара, в 19.00 концерт группы Кудри, в 20.00 Рома Цепелев выступает. То есть все эти музыканты известны, обо всех, мы уже частично и на наших программах рассказывали. И в перерыве где-то вот между всеми этими музыкальными... То есть в течение пяти часов практически будет идти это всё, да? Да, да. Но вот с пяти до шести будет ещё Всероссийский чемпионат по чтению от корой рот. То же мероприятие, которое галерея прогресса, насколько я помню, привела в Киров, да? Я нереально, вот прям безумно люблю этот проект. Он очень клёвый. Если есть минуты, я расскажу. Конечно. Значит, кто его придумал? Раз три минуты до рекламы как раз. Его придумал Михаил, он родом из Новосибирска. А как фамилия у Михаила? Слушайте, вот я уже... Я загуглю. Я не скрываю, мне 50-е, я как бы уже могу забывать. Да ладно. Да, не похож. Ну вот. Не-а. Будет в октябре. И я бы что-то называл Котомина, но у меня туда сейчас мысль. Это Михаил, он из Новосибирска. У него был книжный магазин. Книжный магазин стал успешно загибаться. Фаустов Михаил. Миша Фаустов. Прекрасный Миша, прости, если слышишь. Михаил Фаустов. Значит, магазин стал работать мощно в минус. И Миша пришла гениальная идея. Совместить любовь к спорту и любовь к чтению. Он, значит, придумал в баре проводить чемпионат по чтению вслух. Выразительному чтению получается. Да, там есть, ну, как бы категории, которым нужно соответствовать. Но причем свобода полная. Приветствуются не люди, у которых есть образование, а люди, которые это делают эмоционально, с душой, открыто, свободно. Ну, кучу можно привести определений. А ты сказал, образование, образование именно поэтическое, то есть это свои стихи должны быть, или образование актерское? Не обязательно. Я понимаю, да. То есть не нужно, не обязательно читать именно свои стихи, которые ты сам сочинил. А, поэтексы. Я немножко перескочил. Там, значит, книжки, разные темы, разные авторы. Например, иностранная литература, русская литература. А, то есть это не обязательно стихи могут быть, это вообще любой текст. Я про стихи, вот, ну, как бы немножко перепрыгну. Хорошо. В память об Андрея Жигалин. Он для нас был дорогим, уважаемым поэтом, который любил и рекламировал чтение книг, и прекраснейшим образом читал произведения вслух. Очень выразительно можно посмотреть в интернете, есть несколько записей. Небольшая ремарка. И Миша Фаустов сделал так специально. Он увидел, когда Андрей Жигалин, как он читает литературу, в конец выходят три финалиста, и он специально, такого не было ни разу, придумал, сделал номинацию чтения стихов. И как вы думаете, кто победил? Потому что он настолько влюбился, как это делает Андрей Жигалин, он понял, что это звезда, и его нужно срочно вывести хотя бы на региональный. И он придумал номинацию чтения стихов, Андрей Жигалин прекрасно победил и поехал в Казань. Вот, но здесь будут тексты не обязательно поэтические. Книжки. Причем... Это прямо выдается без подготовки, да? Люди выходят на сцену, лежит какое-то количество книжек, берешь любую, открываешь в любом месте, минута у тебя, читаешь с выражением, и питаешься передать характер произведения. Все. Ставятся баллы оценки, ставят зрители их, кстати. Открытое голосование получается. Вот у нас в Аполло будет зрителя ставить, а так мы приглашаем экспертов. Понятно. Обязательно передавать характер произведения? Можно вообще какую-то нелогичную, может быть, интонацию дать или вообще пофантазировать каким-то образом? Как угодно. Свободно. Нам пора убегать на рекламу. Ну, надо сказать, что по музыкальной программе тут вот, ну, просто, наверное, про каждого можно рассказывать. Много, да? Отдельную программу сделать. Про кинопоказ мы уже сказали. В 21.30 кинопоказ, фестиваль короткометражного кино «Москва Шортс», который сегодня, я так понимаю, стартует в «Валерее прогресса». Да. И у него 18 плюс возрастное ограничение. У всех остальных мероприятий фестиваля «Вятка река» 0 плюс возрастное ограничение. Все начинается в 11 часов, в воскресенье, в парке Аполло, в центре города. Все будет, приходите. И можно прям вот в любой момент включаться, вливаться в это замечательное мероприятие. Убегаем на рекламу, вернемся и будем уже потихонечку подбираться к розыгрышу призов. Культ поход. Дмитрий Шиваев, директор Центра современного искусства «Галерея прогресса» у нас в студии. Мы говорим сегодня о мультикультурном фестивале «Вятка река». В парке Аполло он будет проходить в это воскресенье. В 11 часов начнется возрастное ограничение всех мероприятий, всех площадок фестиваля 0 плюс. Кроме последней, самой завершающей площадки, это кинопоказ, фестиваль короткометражного кино «Москва Шортс». Он начнется в 21.30, и там возрастное ограничение 18 плюс. Фильм и фестиваль уже сегодня можно начинать смотреть в «Галерею прогресса». Переходим к розыгрышу. К розыгрышу призов. У нас сегодня очень много книг. Я предлагаю с них начать. Помимо этого, у нас же есть пригласительные в кинотеатры «Дружба» на любой фильм и сеанс. И даже двоим мы можем подарить по два пригласительных. Конечно же, мы приглашаем всех в «Галерею прогресса» и сегодня на кинопоказ. И на фотовыставки. И на фотовыставки, которые там работают. И на фотовыставки, которые там работают в «Галерею прогресса» и «Александр Родченко». Ограничение 0 плюс по возрасту. А у кинопоказа, соответственно, 18 плюс. 18 плюс. И теперь книги. Мария Аполейко. Я не знаю, почему до сих пор эту книгу не забрали. Прекрасная совершенно книга. Я заодно только назвала «Пьёси». Пьёси. 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 Они так звучат «пьёси». Всё, что сказала бы ваша собака, умея наговорить. Мне кажется, даже для владельцев кошек эта книга подходит. Трогательные и смешные иллюстрации и истории от польской художницы. Руководство для всех, кто связал свою судьбу с собаками. Ну, кто вообще любит домашних животных, я бы так сказала. 12 плюс возрастное ограничение. Ричард Осмон. Клуб убийств по четвергам. Весёлая и грустная история о раскрытии преступлений четырьмя жителями дома для престарелых. 16 плюс. Весёлая история про расстройство убийств. Да, 16 плюс. Олег Ивик. Вокруг света, география и... Вокруг того света. Да, вокруг того света история географии загробного мира. Это вот после того, как эти пенсионеры там, да, в доме для престарелых друг другу побывали, потом они путешествуют. Я не специально подбирала. Подробные захватывающие путешествия в тот мир заставляют поверить в существование этого самого обширного из известных нам миров. 16 плюс. Возрастное ограничение. Самого обширного имеется в виду по количеству жителей. Ну да. Марвен Кайль и Риэль Виттори и Леонардо да Винчи. Биографический роман «Разновидность комикса» даёт визуальное общее представление о жизни, творчестве и научных поисков. Гения эпохи Возрождения. 18 плюс. Вот такие у нас замечательные книжки сегодня. Не забывайте, что в галерею прогресса мы вас тоже приглашаем и в кино. И мы начинаем розыгрыш. Первый вопрос. Дмитрий. По традиции задают гости. Где произошёл первый кинопоказ в истории нашего региона? Вятки. Вятки, конечно же. Первый кинопоказ вятки. Где произошёл? Мы пока не даём варианта ответа. Мне кажется, это такой достаточно известный факт. Но который, если ты не знаешь, можно, наверное, быстренько загуглить. Но вообще можно подумать. Можно подумать. Можно подумать, а сколько у нас кинотеатров было в своё время в Вятке? Можно вообще там погрузиться в историю, потом полезть посмотреть. А может, это вообще в театре показывали? Почему бы и нет, да? Так запутываешь специально, мне кажется. Всё настолько буквально. 211-101 номер телефона. Мы ждём ответов от наших слушателей. Добрый день. Как вас зовут? Андрей. Андрей, да. Вы знаете правильный ответ? Ну, может быть, в Александровском саду? Нет, Дмитрий качает головой. Это неправильный вариант ответа. Но вы, я вам подскажу, вы близко к правильному ответу. Достаточно тепло, потому что... Подумайте о теме сегодняшней нашей программы. Подумайте, пожалуйста, о местах, о которых мы сегодня говорили. Андрей, про что мы сегодня говорим? Смотрите, первый кинопоказ был, вы правильно сказали, в саду, потому что он был под открытым небом. Но это не Александровский сад. Другой. Давайте повспоминаем, какие площадки, открытые площадки, работали как культурное пространство в Вятке в тот момент, когда зарождался кинематограф. Ну, такие были в Холизея, Деон. А, открытое небо, открытое небо, площадка открытая, Александровский сад, открытая площадка. Ага, вы закрытую, наверное, хотите? Нет, наоборот. Я вас все как-то подвожу к тому, что вы были правы, когда сказали, что показ был в саду. То есть не в кинотеатре, в саду. Ну, может быть, вот сейчас, кажется, нашел кинотеатр «Прогресс». Ах, да что ж такое-то, а? Увы, увы, Андрей, увы. Так, не даем мы, не даем правильный ответ. Ждем звонков от следующих наших слушателей. Первый кинопоказ Вятки. Мне кажется, мы... Это не Александровский сад. Но я уже все рассказала, да, про то, что это была открытая площадка. И про то, что, ну, просто надо представить себе то время, где, в каком культурном пространстве, открытым, мог быть первый кинопоказ. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Александр, ваш ответ? Сад Аполло. Ну вот. Все правильно. Вот, наконец-то. Александр, какой приз вы хотите, куда вас отправить, либо что вам подарить? Вот можно к редактору. Я потому что только что вот радио включил и не думал, что у вас уже идет. Хорошо, мы вас переключаем на редактора, а сами переключаемся снова на Дмитрия. И я знаю, что Дмитрий сейчас еще один вопрос задаст для слушателей. Сейчас мы попробуем. Будет ли он простым? Будет ли он связан с пространством фестиваля? Давайте немножко отвлечемся. Вернемся к нашему любимому галерею прогресса стрит-арту. Я просто самый, скажем так, дорогой художник в мире в этом жанре. В жанре стрит-арту. И самый талантливый. Самый дорогой и самый талантливый художник в мире. Мы говорим про сегодняшнее время. В настоящее, да, в настоящее время. Дима, ты этот вопрос задавал в прошлый раз, когда приходил к нам на программу. Ну подожди, но тогда, может быть, кто-то знал правильный ответ, но не успел ответить. Ну хорошо, хорошо. Да, я думаю, здесь могут быть прямо какие-то гадания, варианты. Самый дорогой, работающий в жанре стрит-арта. 21101, дорогие радиослушатели, звоните. Наше время, наше время, не время первых кинопоказов, наше время. Самый дорогой, самый талантливый, наверное, самый известный, я не погрешу, если скажу, что так, да, самый известный художник, работающий в жанре стрит-арт. В мире, а не в России, в мире. И не в Кирове. И не в Кирове. Добрый день, как вас зовут? У меня зовут Валентина. Да, Валентина. Я вот думаю, или Марк Шагал, или вот современная Ника Сафронов. Подождите, вы куда-то не туда вообще ушли, Валентин. Мы говорим про стрит-арт. Стрит-арт это улица. Стрит-улица. Нет, вы говорили про художника, который самый-самый востребованный. Я на это отвечаю. В жанре стрит-арт, который работает. Все верно, художник, но который работает, который занимается уличным искусством. Знаете кого-нибудь самого известного? Нет, не знаю. Я лучше потом что-то подоперезвоню. Хорошо, Валентин. Вы можете ответить на следующий вопрос, например, если получится. Ждем следующего участника. Ребята, да вы что? Такие вопросы просто просятся призы к вам в руки, так сказать. Дмитрий, как-то вот удивительно, да? Вопросом в первую очередь для продвижения культуры, потому что я лично знаю изнутри. И хотелось бы расставить ориентиры, куда художники могли бы двигаться. Молодые, например. Давайте вопрос повторим. Самый известный стрит-арт-художник в мире, у которого самые дорогие произведения. Работающий в настоящее время. 211-101, наш номер телефона, значит, есть слушатели. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Это снова я. А, снова Андрей. Хорошо, давайте, Андрей, пробуйте. Ну, может быть, это Бэнкси? Да, все верно. Ура! Абсолютно верно. Спасибо вам за правильный ответ. Какой приз вы хотите? Отсталась ли книжка «За голодном мире»? Наверное. Надо спросить, давайте мы вас на продюсера переключим, он вам расскажет, осталась она или нет. Ладно? Потому что... Все, отлично. Нам надо как-то узнать, что у нас осталось. А мы про Бэнкси можем что-нибудь более подробно рассказать? Ну, это... Это ориентир. Собственно, что... Неизвестно... А может, бездвините, а может мы зададим вопрос, а потом будем рассказывать, пока дозванивается. Давайте зададим еще один вопрос, чтобы была возможность у слушателей выиграть еще один приз. Дмитрий как-то задумался. Слушайте, ну давайте спросим просто. Про мнение, которое разговаривает, будем задавать? Да, да. Ну, вы смотрите. Мы даже сделали рисунок с другом, художником, образ. Есть мнение, что в парке Аполло выступала известная еще танцовщица, преродительница Contemporary Dance. Я правильно сказал, Гульнов? Да. Еще раз. Как? Можем сказать в какое-то время. Нет, подождите. Как называется то, что... Contemporary Dance. О, боже мой. Я даже не знала этого. Контактная импровизация. А-а-а. Вот это вот все. Хотя нет, тогда не было еще контактной импровизации. Ну, считается, что она именно преродительница. Оттуда она пошла, да? Что она была первой-первой. Это легенда такая, вятская такая легенда. Или может быть правда, мы не знаем. Нет, ну у нас есть защита от историков, потому что когда сто лет они могут говорить точно, что было, а если дальше, то уже вопрос договоренности. Понятно. То есть примерно сто лет назад она танцевала в парке Аполло. Звоните, дорогие радиослушатели, если у вас есть какие-то предположения. Кто это мог быть такой? Интересно, да? Удивительно. Интересно, что многие, не многие, но есть люди, которые знают. Я когда-то несколько раз, по-моему, с Касановым, с Антоном гуляла на прогулках в пешком порядке, и он там об этом рассказывает. Учитывая, какие потоки у нас проходят через Антона в последние годы, то, может быть, уже многие действительно об этом узнали. Добрый день, как вас зовут? Надежда, добрый день. Добрый день, Надежда. Кто это был? Предполагаю, что Атедора Зункан в 20-х годах приезжала. Восхищение. Ура! Какой приз вы хотите? Какой приз вам, Надежда, подарить? Спасибо. Я призы не поняла, какие. Значит, у нас есть билеты в кино, у нас есть пригласительные в галерею прогрессов на сегодняшние кинопоказы Московского фестиваля, короткометражного кино. Либо на фото-выставки прекрасные совершенно улицы Лагранжа и Александра Родченко. И есть еще несколько книжек, но какие мы не знаем, потому что у продюсера все. Алло. Кинотеатр «Дружба» тогда. Кинотеатр «Дружба». Все, мы вас переключаем. А смены нет, да? Мы вас переключаем на продюсера, сейчас он вас сориентирует по билетам пригласительным. А нам пора, между прочим, уже закругляться. Представляете, как время пролетело. Еще раз всех приглашаем в это воскресенье в 11 часов в Парк Аполло. С 11 часов. До 22.30. В любое время дня можно прийти, не обязательно к открытию. Фестиваль «Вятка река», огромное количество площадок. На страничке галереи прогресса ВКонтакте есть расписание. На сайте есть тоже. На сайте есть расписание. Можно зайти и посмотреть. Пожалуйста, можно с детьми. Все мероприятия, кроме вечернего, ночного даже, я бы сказала, кинопоказа, они 0+, кинопоказ, соответственно, 18. Благодарим Дмитрия Шиваева, директора Центра современного искусства, галерея прогресса. И всех приглашаем и в галерею прогресса тоже, потому что кино можно смотреть уже сегодня. И вход свободный на фестиваль. На фестиваль вход свободный. Добрый день. До свидания. До свидания. До свидания.